Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего времени. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблемы стрессов. Но цена такого побега оказывается слишком высокой. Не секрет, что в Абхазии проблема наркомании стоит особенно остро. Точной статистики по стране нет даже в специализированных учреждениях. Многие наркозависимые попросту не говорят о своих проблемах. 26 июня, в Международный день борьбы с наркотиками, в Сухуме на площади имени Багапша прошла акция, призванная привлечь все силы общественности к борьбе с этой пагубной зависимостью. Девиз акции так и звучит. Мы объединились, чтобы победить. Мы 1 июня открыли реабилитационный центр в Абхазии, центр здоровья молодежи, который занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых людей. К нам могут обращаться любые, у кого есть проблема в этом плане. Сегодня в Абхазии нужно открыть глаза на эту проблему и смотреть на нее, понимаете, открыто. Иначе мы не поможет ничего. Только когда мы поймем, что у нас есть люди, которые зависят, только тогда мы сможем им помочь. Мы стараемся, чтобы наша молодежь, нашу молодежь привести к спорту, чтобы ввели здоровый образ жизни. И сегодняшний день, посвященный международной борьбе с наркотиками, это один из самых немаловажных аспектов на сегодняшний день, который беспокоит сегодня нашу страну, нашу республику. Огромно благодарность хочется выразить сотовой компании «Аквафон» за их поддержку в проведении нашей акции. Мероприятие началось с веломотопробега, в котором приняли участие несколько десятков спортсменов. С транспарантами и флагами они проехали через весь центр города. В это время на набережной шел концерт с участием артистов абхазской эстрады и учащихся музыкальной школы. На телевизионном экране транслировались социальные ролики, в которых бывшие наркозависимые рассказывали о вреде наркотиков и тяжелых последствиях их употребления. С приветственным словом к молодежи обратились представители Абхазской Православной Церкви. Главный нарколог Абхазии Ермануа призывает выбирать жизнь без наркотиков. Не пробуйте наркотики, а если кто-нибудь уже попробовал и экспериментирует с этим, лучше не повторять этот эксперимент. Ведь в жизни столько есть прекрасного без его химического стимулирования. Радуйтесь жизни. Те, которые смогли преодолеть, для меня они настоящие победители. Мария Горелова сама в прошлом наркозависимая, однако девушке удалось справиться с болезнью с помощью программ реабилитации. Сейчас Мария психотерапевт благотворительного фонда Центр здоровой молодежи и помогает таким же, как никогда и она, молодым людям. Люди, которые попали в зависимость наркотическую или алкогольную, им нужно обязательно реабилитироваться, обязательно зайти заново в социум, потому что они, как все понимают, опасны для социума, вообще в принципе для нашего. И поэтому мы разработали вот уже где-то около 10 лет вот эту психосоциальную реабилитацию, которая основана на 12 шагов. 12 шагов выздоровления. Не бойтесь заявлять о себе, если ты человек в проблеме, если ты человек алкой или наркозависимый, то поверь, выход есть, потому что вот тебе честное слово, я тоже оттуда. Наркомания – это социальный порог общества, а не отдельно взятой личности. И решение этой проблемы является одной из важнейших задач общества. По мнению организаторов акции, мероприятия, подобные этому, способствуют привлечению внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формированию у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения. Стандарт Зенбарам Мукамкия, Абазатове.